И вода это всех, а не чья-то тут собственность, так сказать. У крымчан заберут колодцы с водой? Вот все забрать и все поделить до шариков, швондер, это вот такая, сегодня в Крыму она как раз работает. Вы к вам, профессор, и вот по какому делу. Поделятся ли крымчане своей водой с Аксеновым? Две массандры? Никого не потребуется. Никогда не нужно путать политику с виноделием. Почему и российская, и украинская под санкциями? Это объясняется обычным человеческим явлением, называется идиотизм. Фейковые чеченцы и фейковый Нагорный Карабах в Крыму. Пушки какие-то военные такие бородатые. Как Крым стал декорацией для Карабаха, Сирии и Ливии? Ты был в Ливии не как социолог. Родина одна. Привет, это Крым Реалии. Обыски и 250 долларов штрафа за критику крымской власти. В четверг, 29 октября, полиция пришла к местным активистам, которые регулярно критиковали подконтрольную Кремлю власть Крыма. Обыски провели в домах Ильи Большедворова, Сергея Васильева и атамана крымского казачества Сергея Акимова. В отделении полиции на них составили административные протоколы и позже присудили административный штраф. 20 тысяч рублей каждому. Это примерно 250 долларов. За что? За одиночные пикеты, которые активисты провели месяц назад. Они требовали отставки крымской власти за халатное отношение к проблеме водоснабжения полуострова, как было написано на их плакатах. Ранее Сергей Аксенов заявлял, что вода в Крыму общая, не частная, а колодцы и скважины у людей принудительно выкупят. Это методы Шарикова и Швондера, считают некоторые эксперты. А дадут ли крымчане свои колодцы Аксенову, смотрите далее. Проблема вододефицита Крыма. На дне работают в разных регионах. Бурят скважины, тянут водоводы, следуя поручениям главы республики. А еще по распоряжению подконтрольного Кремлю главы Крыма у людей принудительно будут забирать колодцы и скважины. По словам Аксенова, вода общая для всех крымчан. И те, кто добровольно откажется продавать свои источники, заставят это сделать суды и прокуратура. Вода стратегическая, это у нас стратегический сырье, с запасом, что хотите. Но по-другому не будет, коллеги. Значит, если есть какие-то вопросы, недопонимания в данном случае, так называемые, с собственниками, включайте прокуратуру, принимайте решение, соответственно. Но водоснабжение, это общее дело, и вода это всех, а не чья-то тут собственность, так сказать, не будет там ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Политолог из Крыма Евгения Горюнова говорит, заявление подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова не какая-то страшилка, а реальная угроза. По ее словам, Крым это неправовая территория, и там действительно могут силой забрать воду у людей, если на то будет воля Кремля или Аксенова. Политика Аксенова, она мне очень напоминает политику большевиков в начале 20-го столетия, да, во-первых, связанная с тем, что если у кого-то что-то есть, это надо отнять во имя социальной справедливости. И не важно, что этот человек когда-то потратил деньги, пробил эту скважину, но теперь это не важно, теперь вот во имя этой социальной справедливости пресловутой, можно все это забрать, поделить, ну, шарикова логика такая, помните? Вот все забрать и все поделить, да, шариков, швондер, это вот такая, сегодня в Крыму она как раз работает. Крымчане против, чтобы их скважины и колодцы принудительно выкупала власть. Я как бы не рад этой новости, если добровольно человек захочет продать свою скважину, пусть продает. Такую реакцию показали местные крымские СМИ. Возмущены и те, кого мы опросили в поселке Укромное под Симферополем. Как это закупать? Ну, это мой дом, моя земля, как это закупать мой колодец? Да пусть где хочет буря, то полно воды. Я думаю, что это не должно быть. Людей не надо сжимать даже вот самым необходимым для человека, правильно? Потому что без воды мы не проживем, а если надо еще и в этом ищемлять, то я не согласна с этим. Несмотря на предостережение экологов и гидрогеологов, крымская власть разработала план по бурению 20 артезианских скважин. В ближайшее время должны запустить уже 4. Бурят на глубину до 200 метров. Спасать Крым от безводия будут российские налогоплательщики. На преодоление кризиса из бюджета России выделят почти 50 миллиардов рублей. Об этом уже заявил российский премьер Михаил Мишустин. Президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Это важная тема для людей и развития полуострова. Из этих 50 миллиардов рублей, 3 миллиарда, как указано вот в этом документе, пойдет на бурение новых скважин. И из-за этого вода может исчезнуть как в новых скважинах, так и в тех, которые власти Крыма собираются выкупать у населения, говорит российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар. Это по-русски называется самообман. Давайте возьмем, грубо говоря, миллион кубометров воды. Вот у вас есть водоносный горизонт, который использует для цели водоснабжения запасом миллионов кубометров. Вот вы можете качать одной скважины, можете качать тысячу скважин. Но у вас объем запасов, вот тот миллион, как вы, так и есть, он же другим-то не станет. Все там под землей взаимосвязано. Там везде проблемы сплошные в Крыму. Крым это вообще одна большая проблема для всех. Из-за крымской засухи и чрезмерного потребления подземных вод в колодцах и скважинах уже начала исчезать вода. Вода упала, на метр упала, 20 сантиметров где-то так вот воды. Залазил в колодец, копал, углублялся, вытаскивал. И все равно 20 сантиметров воды. Моторы горят. Просто вот они встают утром умыться, а все. Ну, как бы там, говорит, спускаешься и 5 сантиметров ладошкой ты дно трогаешь. У многих, вот я знаю троих, у которых за это лето сгорели. Поэтому делиться водой крымчане соглашаются только добровольно, без выкупа и так, чтобы хватило самим владельцам скважин. Поделиться можно всегда. Кому надо, чё ж. Без проблем. Ну, немножко негативно. Но если люди будут нуждаться, я думаю, что поделиться можно. Пока не просили, я не задумывалась. Всегда, пожалуйста, кто проходит, а не отказывай. Никогда. Бурение скважины в Крыму в среднем стоит 2000 рублей за метр. Вместе с обустройством цена за готовый объект доходит до 200 тысяч рублей. Если власть захочет, эти скважины скупят за бесценок, убеждена политолог из Крыма Евгения Горюнова. Мне кажется, что это вброс в будущее. Что если дальше будут такие вот, ну, ситуация будет усугубляться, а пока как бы таких перспектив к улучшению не видно, тогда, соответственно, может быть, да, будут и решения прокуратуры, судов, ну и так далее. Да, если кто-то откажется продавать свою скважину, понятно, что покупать будут за бесценок, там, за какие-то смешные деньги, это все оценится и так далее и тому подобное. Через прокуратуры и суды у людей действительно могут забирать скважины, уверяют юристы в Крыму, но вместе с земельными участками. Федеральное законодательство четко прописывает о том, что изымается именно земельный участок, а наш закон региональный говорит о том, что любое имущество, соответственно, скважина без земельного участка не может быть изъято, и, ну, необходимо либо изымать участок, либо какие-то обременения накладывать, сервитуты для того, чтобы получить доступ к этой скважине. Не просто доступ, но и технически организовать, да, выкачку воды. Подобные присвоения возможны только в условиях военной необходимости, а то, что предлагает крымская власть в Крыму теперь, это нарушение прав человека и противоречит международному праву. Это прямое нарушение норм Гаакской конвенции. Женевской конвенции международного уголовного права и также нарушение международного права прав человека, поскольку там прямо указано о том, что запрещено присвоение, уничтожение, повреждение, разрушение объектов, находящихся в частной собственности, кроме случаев, когда это вызвано военной необходимостью. В данном случае это, к счастью, не является военной необходимостью, поэтому это явное нарушение норм международного права. Точной статистики, сколько в Крыму скважин, нет. Большинство домохозяйств не ставили их на учет. Заявлений о принудительном выкупе скважин, по крайней мере, публично известных, пока тоже не звучало. Игорь Токар, Никита Исайко, Крым Реалии. Новая крымская платформа для деоккупации. Украина презентовала партнерам в Европейском Союзе и НАТО крымскую платформу. Новую международную инициативу, которая должна способствовать деоккупации полуострова. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эммина Джипарова после двух дней встреч в Европейских институтах и штаб-квартире НАТО. Пока готовится первый саммит в следующем году. Важную роль в новой инициативе сыграет межлист крымско-татарского народа, уверяет Эммина Джипарова. Что касается эффективности новой инициативы, то главное начать публично говорить о деоккупации Крыма. Какой будет эффективность крымской платформы? Мы уже отмечали, что очень трудно измерять эту эффективность, когда речь идет о дискурсе. Важен сам дискурс, для нас важна публичность. Несколько недель назад я разговаривала с Нариманом Мимедеминовым. Это наш гражданский журналист, который провел в российской тюрьме почти три года. За видеоролик, который он снял в 2013 году об исламе, который оккупационные власти суд признали террористическим контентом. И он сказал, что единственной причиной, почему его не подвергали пыткам, была публичность. Я на всех уровнях говорю нашим партнерам, спасибо, если бы не такая стойкая позиция, если бы не все эти декларации и резолюции. Мы бы наверняка имели не сто с чем-то заключенных, а тысячи. Россию также пригласят принять участие в крымской платформе. Хотя в Кремле неоднократно говорили, что вопрос Крыма закрыт. И Россия не намерена включать его в международные переговоры. Украина теряет бренды «Массандры». С 1 ноября заканчивается свидетельство на торговые марки, которыми более века владеет крымская винодельня. Это значит, что теперь государственный концерт «Массандра», зарегистрированный здесь, на материковой Украине, может потерять право собственности на свое же вино и другие напитки. Почему так произошло, разбирался Дмитрий Евчин. После аннексии украинскую «Массандру» национализировали власти Крыма, назначенные Кремлем. На материковую Украину документы предприятия перевез Генрих Микаэлян. В 2014-м директор винзавода «Левадия», который входил в государственный концерн «Массандра». Когда в 2014-м году это случилось, я схватил, ну месяц я не мог понять, что происходит, потом я схватил печать, уставные документы, там выехал на материковую территорию, потом они там писали, что я украл у них печать, и что значит украл, если я привез по месту назначения все это, где оно должно находиться. В 2015-м «Массандру» перерегистрировали на материковой Украине рабочую группу, которая этим занималась, возглавлял Александр Лиев, тогда советник министра аграрной политики Украины Алексея Павленко. Бренд «Массандра» удалось полностью перерегистрировать на территорию Украины, как юридическое лицо. В виноделии очень важен бренд. Это 50-60% стоимости товара. Так вот, бренд «Магарач», бренд «Массандра», всемирно известный бренд «Новый свет» – это бренды, которые имеют свою стоимость, это ценные бренды действительно, поэтому наша задача была спасти эти бренды. Это интервью с руководителем «Массандры» Крым Реалий записали в декабре 2016-го. Тогда предприятие развивалось, начало изготавливать вино из винограда, выращенного в Одесской области. Первые партии только начинают выходить с производства. Наше вино на закрытых дегустациях, на закрытых, подчеркиваю, дегустациях, где присутствует и крымская «Массандра» сегодняшняя, так называемая российская наша. И очень многие на закрытой дегустации признают, что это вино гораздо качественнее и приличнее, чем то вино, которое сегодня производится в Крыму. Крымская «Массандра» подконтрольной российской власти даже угрожала судебным искам «Массандре Материковой». В первую очередь украинские чиновники должны думать о защите прав потребителей, жителей Украины. И то, что сегодня происходит, безусловно, это вводит потребителей в обман. И, на мой взгляд, конечно, такая ситуация недопустима. Более того, это наносит серьезный ущерб имиджу предприятия «Массандра». До реального иска дело таки не дошло, а потом суд уже был не нужен. В 2017-м на материковую «Массандру» наложила санкции украинская власть. Предприятие остановилось. Под экономические ограничения попала «Массандра», работающая в аннексированном Крыму. Предприятие и название прописано на русском. Федеральное государственное унитарное предприятие, производственно-аграрное объединение «Массандра», управление делами президента Российской Федерации. И «Массандра», которая работает на материковой Украине, государственный концерн, национальное производственно-аграрное объединение «Массандра». Многочисленные письма наши не помогли и подумали, что год, ладно, уже там ничего страшного, как бы год санкций, мы как-то переживем. Но в 2018-м санкции продлили. Материковая «Массандра» до сих пор под экономическими ограничениями украинской власти. Если мы сейчас не продолжим патенты, то я боюсь, что мы потеряем предприятие. Поэтому мы и начали сигнализировать во все инстанции. Пока еще? Пока нет. Ответов нет никаких. То есть все смотрят друг на друга, я так понимаю. Я смотрел эти письма, они отвечали, мы передали ваш запрос в РНБУ, мы передали ваш запрос в СБУ, мы передали ваш запрос в Минэкономике. Мы направили запросы во все эти структуры, чтобы понять, почему чиновники не снимают санкции с предприятия, работающего в Украине, и не произошло ли это по ошибке. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства нам ответили, что инициировать снятие санкций не их компетенция. В Совете над безопасностью и обороны написали, что для отмены ограничений им необходимо официальное предложение от СБУ. В СБУ на наши запросы до сих пор не ответили. Зачем против материковой массандры вводили санкции, почему их не отменяют, Александр Лиев объясняет это некомпетентностью чиновников. Это объясняется обычным человеческим явлением, называется идиотизм. И ничего другого здесь не добавишь. Это не какой-то заговор, не какая-то умышленная позиция. Это просто чистой воды некомпетентность. Дальше нужно было заниматься этим Министерством аграрной политики, которым Министерством иностранных дел должно было бы организовать процесс, разделить что под санкциями, что нет. Но как раз из-за санкций Массандра не может продлить свидетельства на собственные торговые марки. Сейчас у концерна 66 свидетельств на свою продукцию. Что будет, если Массандра на материке не продлит свидетельства на свою продукцию, нам объяснила специалист патентно-юридического агентства. Юридический конфликт может возникнуть, если две Массандры пересекутся на рынке. Если там эта торговая марка существует и туда заходит украинский производитель с товаром под такой же торговой маркой, то у них, естественно, возникнет конфликт, потому что владелец торговой марки предъявит претензию о том, почему вы используете торговую марку, которая принадлежит нам. Работу Массандры на материковой Украине поддерживают не все виноделы. Продавать вино под брендом Массандры не из крымского винограда неправильно, убеждает гендиректор Укрвинпрома. Никогда не нужно путать политику с виноделием. Это те вещи, которые просто недопустимы. Я полностью и не один я за то, чтобы Массандра была украинской. Но давайте смотреть на те вещи, которыми живет весь мир. Невозможно производить вино Новой Зеландии на территории Уругвая. Почему? Потому что нет у нас тех климатических условий на материковой части Украины, которые совпадали бы с южным побережьем Крыма. Злоупотреблением брендом называют попытки возродить Массандру на материковой Украине Николай Бойко, генеральный директор, руководивший Массандрой 28 лет до 2015-го. Если руководствоваться рекомендациями или выводом Льва Сергеевича Голицына, который говорил, что вино – это наука местности, то надо привязываться к местности. Такой местности на земном шаре больше нет. Поэтому априори, где бы мы ни пытались… Вот тут вот, да, в Херсонской области хорошая зона, но для сухих вин. В Одесской области хорошая для сухих вин. Мы не сможем этого сделать. И здесь, скорее всего, идет вопрос о злоупотреблении брендом. Отсутствие крымского винограда и преграды чиновников не останавливают Генриха Микаэляна. Санкции против Массандры заканчиваются в мае следующего года. Если ограничения не продлят, он планирует делать вино под брендом Массандра из винограда Закарпатья. Если же санкции будут сохраняться, Массандра на материке может исчезнуть, говорит винодел. Чеченцы воюют в Нагорном Карабахе. Такой фейк сняли в Крыму. Подделку разоблачили наши коллеги из проекта «Кавказ реалии». Мы отправились на место съемок и выяснили. Недавно там снимали три художественных фильма. Все о войне на Ближнем Востоке. Кому было выгодно снять за кулиси и выдать Крым за Карабаха, массовку за чеченцев? Смотрите далее. Пушки какие-то, военные такие бородатые. Люди в военной форме без опознавательных знаков и что-то, что похоже на тело человека под этой машиной. Что общего между Крымом и Нагорным Карабахом? Пока в одной серой зоне продолжается война. В другой снимают фильмы о войне. А бэкстейдж кинолент кто-то превращает в фейк. Видео под названием «Чеченцы воюют в Карабахе» гуляет по соцсетям, прежде всего по чеченским пабликам. Мы перевели разговор на русский. Ролик исследовали наши коллеги из проекта «Кавказ реалии» и доказали, что это фейк, сняты в Крыму и отдельно озвучены на чеченском. Журналист Иван Мартыненко обратил внимание на необычное сооружение – мостик над дорогой. Выбрали этот кадр, сделали скриншот, проверили его через Google-изображение и Яндекс-изображение. Выяснилось, что этот мост так или иначе уже публиковался в блогах или в социальных сетях и в социальных сетях тех людей, которые живут в Крыму, либо которые путешествовали там. Мы просто из снимков и то, что мы нашли в интернете, поняли, что речь идет о Крыму и, возможно, село морское. Мы вблизи крымского села Морское. Едем так же, как авторы видео, ставшего фейком. Сомнений нет, это та же местность. Смотрим ролик до конца. Видим нечто похожее на тело человека под машиной. На месте находим гильзы. Похоже, здесь действительно что-то происходило. На видео есть люди военной формы без опознавательных знаков. Вот эта самая перевернутая машина и что-то, что похоже на тело человека под этой машиной. Поскольку в районе села Морское не происходили никакие боевые действия, то, скорее всего, речь идет о съемках одного из художественных фильмов российских. Этот мостик – часть советского недостроя, санатория Новолипецкого металлургического комбината. Российский режиссер Федор Бондарчук снимал здесь сцены для киноленты «Обитаемый остров». Но это была до аннексии Крыма еще в 2007-м. Попробуем выяснить, какую киноленту использовали для создания фейка. В 2020-м сразу несколько российских режиссеров снимали боевики в окрестностях Судака. Местность стала натурой для Ближнего Востока. Режиссер Алексей Учитель продюсирует фильм «Пальмира». В кульминации российские саперы разминируют памятники древности. А на руинах сирийского города играет оркестр под руководством Гергиева. Оператор ленты Марат Абдель-Фатах сообщил нам, что на видео под названием «Чеченцы воюют в Карабахе» не их декорации массовка. Нет, это не наш фильм. Накануне обострения в Карабахе в Крыму снимали фильм «Шугалей-2». В названии – фамилия реального россиянина, якобы социолога. Его арестовали в Ливии за вмешательство в президентские выборы. Ты был в Ливии не как социолог. Родина одна. По информации СМИ, Шугалей – человек Евгения Пригожина. Это повар Путина и владелец фабрики троллей. Вот новость на крымском сайте о съемках этого фильма неподалеку от «Морского». Съемки «Шугалей-2» проходили в Крыму в районе села Морское на территории заброшенного пансионата Липецкий Металлург. А это фотографии, сделанные во время съемок местным жителям – блогером Александром Кирьяковым. На них есть мужчина в очках и берете, напоминающий мужчину из ролика. Лента «Шугалей-2» принадлежит 3Х-Медиа. Мы уточнили в кинокомпании, могла ли массовка фильма попасть на фейковое видео. В пиар-отделе это отрицают. Съемки фильма со стороны ни с чем не спутаешь. «Шугалей» снимали в июле. Еще один фильм «Небо». Крымские сайты писали, что ленту снимали вблизи «Морского», в том же заброшенном санатории. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик, нарушивший ее границы. Пиарщица кинокомпании 3Х-Медиа Анастасия Третьякова опровергла, что на видео съемочная площадка киноленты «Небо». Нет-нет, у нас и места другие, и актеры. Подскажите, пожалуйста, то есть в селе Морское, вблизи Судака, ваша кинокомпания не снимала? Нет, не снимала. Вот наши актеры. Это не наши съемки, не наша массовка, даже близко не похожи. Ну вот сообщение об окончании съемок «Небо» в паблике села Морское. А вот возмущение туристки. Кто знал, что это кино снимают? Хотя бы таблички с инфой установили где-то, недалеко от места съемок. Мы первый раз в Крыму, едем отдыхать в Ялту, едем и едем, любуемся пейзажами. А тут вдоль дороги какие-то люди с автоматами стоят. И сердце в пятки ушло. Реально страшно было. Это фильм с рабочим названием «Небо». Режиссер и сценарист Игорь Кобылов. Мы еще раз обратились в кинокомпанию. Наши съемки никогда ни у кого не вызывали опасений и сомнений, что снимается кино. Рядом с людьми, с автоматами всегда стоят люди с камерами и прочей техникой. А рядом припаркованы гримвагены. Наша съемочная группа сказала, что это не наши съемки. Тем не менее, массовка и реквизит неба на любительских ютуб-видео похожи на те, что на фейковом ролике. В Морском живут 2500 человек. Для местных участие в массовке и подработка, и развлечение. Опрошенные нами жители за фильмы и против фейков. Становились машины, пушки какие-то, военные такие бородатые. Я сама так удивилась. Думала, учения говорят, вот съемки. Военные же. Ребята, они где-то там взрывают что-то в военных формах. Я говорю, они такие бородатые. Хоть на кого можно подумать? И на Кавказ, и на Карабах, и на армян. Так что я не удивляюсь. Приятно смотреть в фильмах места, где именно ты родился и живешь. Ну, часто оттуда какие-нибудь сувениры переходят к нам в музей, в Дом культуры. Вот из последнего фильма, вот это небо, которое снималось, нам перешли две ядерных боеголовки и одна мина. Я бы была бы против. Против вот этих вот фильмов, как снять в одном месте, а представить, как будто это происходит событие в другом месте. У редакции «Кавказреалии» нет информации, что наемники из Чечни участвуют в войне в Карабахе. Мы спросили у журналиста, зачем тогда кому-то фальсифицировать видео. Версий несколько – от жажды просмотров до провокации. Возможно, просто это желание, скажем так, хайпануть на горячей теме. А сами чеченцы наверняка там всплыли, потому что в 90-е выходцы из Чечни действительно воевали на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. И, возможно, сейчас это было использовано как такой триггер. И если эти люди действительно преследовали какую-то цель, кроме того, чтобы собрать просмотры, цель у них могла быть только одна – в том, чтобы этот конфликт пошел по пути эскалации. Искажение информации – часть любой войны, и боевые действия в Нагорном Карабахе это только подтверждают, говорит эксперт в области разрешения конфликтов из Бельгии. Появляются такие фейки, которые накладываются на уже существующие такие позиции, стороны или предпочтения людей. Разоблачить фейк мало. Важно еще, чтобы и та, и другая сторона в конфликте поверила, что это будет фейк. А вот здесь у нас как раз есть некоторые проблемы, потому что в любом таком конфликте, как я уже говорила, люди верят в то, во что хотят верить. И не верят в то, во что верить не хотят. Когда идет такая острая война, люди, конечно, не поверят, не захотят верить в то, что, например, их сторона сделала что-то такое плохое. 27 сентября 2020 года, в первый день обострения в Карабахе, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все стороны, цитата, «остановить бессмысленное кровопролитие». Однако министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов выразил поддержку Азербайджану, в котором родился и вырос. Александра Шевченко для Крымреалии. Специально для крымчан наша редакция открыла телефонную линию. Ее номер 8 800 301 69 75. Звонки бесплатные. Вы также можете оставить звуковое сообщение. Если у вас есть вопросы, проблемы или ситуации, которые вы не можете решить в Крыму, звоните в редакцию Крымреалии. Также пишите нам на электронную почту. Смотрите программы в Ютубе и в Фейсбуке. Это были Крымреалии. Мы показываем, как живет аннексированный Крым. До встречи через неделю. Продолжение следует...